В этом видео поговорим о некоторых вредных привычках, от которых профессиональные водители и конструкторы советуют избавиться. И коротко постараемся разобраться в советах, которые нужно соблюдать при эксплуатации автомобиля. Первое. Почему нельзя ездить на автомобиле с пустым топливным паком? Второе. Почему нельзя держать руку на рычаге передач? Третий вопрос. Почему не рекомендуется частое торможение? Самый интересный вопрос, по-моему, это третий. Но начнем с первого. Итак, почему нельзя ездить на автомобиле с пустым паком? Конечно, если бюджет позволяет, всегда приятно ездить с пустым паком топлива. Но не у каждого есть такая возможность. Несмотря ни на что, все-таки нужно следить, чтобы запас топлива всегда был на уровне не менее четверти пака. Это важно потому, что топливный насос в большинстве современных автомобилей находится именно в топливном паке для того, чтобы насос естественным образом охлаждался с топливом. При недостатке горючего насос прогревается. Начинает хватать воздух, из-за чего часто и ломается моторчик насоса. Ко всему прочему, в пустом паке насосу проще нахватиться грязной осадки со дна, что, в свою очередь, повлечет его ранний износ. Если ситуация такова, что заправиться негде, то страшного ничего не произойдет. Но если ездить с пустым паком часто и постоянно, то рано или поздно вы добьете топливный насос вашего автомобиля. Поэтому всегда заправляйте пак до того, как сигнальная лампочка горючего начнет мигать. Второе. Держать руку на рычаге передач – это тоже вредная привычка. Во-первых, руки нужно держать на руле, особенно, если вы ездите по трассе. Во-вторых, это вам не подлокотник. От постоянного давления рычаг быстрее изнашивается. Наверное, вы смотрели видео, где объясняют, что привычка часто держать руку на рычаге – это вредит коробку передач, особенно, если оно механическое. И услышите еще многое. Конечно, ничего страшного вот этого не случится с вашей коробкой, если вы сильно не будете постоянно дергать и давать на рычаг. И так никто не поступает, если у водителя не психическое расстройство и тушевная болезнь. Но все-таки должен вам сказать, что это действительно вредная привычка. И привыкайте держать обе руки на руле. Не исключено, что это когда-то вам спасет жизнь. Третье, что не рекомендуется – это еще частое торможение. У некоторых водителей есть привычка постоянно разогнать и потом приторможивать на дороге, дабы сохранить дистанцию. Эта привычка может стоить вам тормозных колодок. Они быстрее изнашиваются, но это не самое главное. Научитесь водить машину плавно, без резких разгонов и торможения. Водить машину рекомендуется так, чтобы тормозить вам приходилось как можно меньше. Научитесь правильно рассчитывать дистанцию. Во время разгона и торможения на детали и узле машины действуют силы сопротивления, которые образуются из-за инерционных движений автомобиля. Из-за резких скачков скорости машины. Конечно, на все эта машина рассчитана инженерами и конструкторами. Но чем много раз такие силы сопротивления возникают, тем больше сокращается ресурс всяких резинок, подушек двигателя и узел креплений. Еще самая главная причина, почему лучше научиться плавно водить машину и меньше тормозить – это расход топлива. Самое большое количество топлива двигатель сжигает во время разгона автомобиля, чтобы ствинуть с места всю массу машин. Вот именно по этой причине, чем тяжелее автомобиль, тем мощнее двигатель устанавливать под капотом, чтобы легче было автомобиль разогнать и, соответственно, тем больше бензина израсходуется. Обсудим вот такой простой пример. Например, автомобиль А двигается по ровной трассе более или менее постоянной скоростью. Допустим, для преодоления дистанции 100 км этому автомобилу потребовалось 7 литров горючего. Что будет, если, например, на такой же самой дороге движется точно такой автомобиль B и постоянно притормаживает на дороге, останавливается, потом снова набирает скорость и так далее. Делает это много раз. Так, расход горючего у этого автомобиля B на 100 км будет гораздо больше, чем у первого. Примерно 9 или 11 литров. В основном, по этой причине, если мы научимся правильно водить машину, в городе расход горючего на 100 км у нас будет уже не 12 литров, а снизим ее до 9 или 11 литров и, соответственно, продлим жизнь наших колодок и других деталей машины. Ну, тут и закончим это видео и просьба, если чем-то оно было вам полезно, поставить лайк, поделиться и подписаться на канал. Спасибо всем за внимание. Спасибо за внимание.